Наконец-то произошло эпическое, я бы сказал, галактическое событие в украинской законотворчестве, которое касается именно сферы долгов. Наконец-то, наконец-то вступил в силу многострадальный так называемый закон о коллекторах. Ну, юридически он не совсем так называется, там законопроект о внесении изменений в большое количество разных законодательных актов, но в народе его можно назвать закон о коллекторах. 42-41. Мы уже когда-то говорили об этом, и я записывал видео на эту тему, о том, что давайте не будем спешить, потому что неизвестно вступит ли он в законную силу и в какой конкретной редакции он будет. И вот, наконец-то, мы можем констатировать тот факт, что он вступает в законную силу, и его редакция на данный момент уже утвержденная. Я потратил не один час времени для того, чтобы изучить этот колоссальный объем информации, который изложен в этом законопроекте. И сейчас в этом видео я хочу максимально сжато дать вам основные моменты этого законопроекта. Я, точнее, уже закона, я могу вам сказать, что, наконец-то, права должников будут защищены, и мы можем надеяться на то, что вся эта вакханалия, которая была в коллекторской сфере все это время, и весь этот беспредел, который там был, уже не повторится. Самое главное, что нужно теперь понять всем должникам и знать, что коллектора теперь в законе. Но это хорошо. То есть, ранее я всегда и многократно говорил, что в Украине нет понятия коллектора. Теперь оно есть. То есть, понятие коллектор существует, оно внесено в наше законодательное поле. Но это неплохо для должника, а наоборот хорошо, потому что коллектор и его права достаточно ограничены. Раньше беспредел был именно потому, что не было закона, который регулировал бы его права, не было бы ответственности. А теперь она есть, друзья. И сейчас коллектора должны будут получать лицензию. И регулировать их будет Национальный банк Украины, что есть очень хорошей новостью в моем понимании, потому что это достаточно жесткий консервативный орган. Жалобы куда достаточно эффективны. Будет создан реестр коллекторов. И если вам будет кто-то звонить и говорить, что он коллектор, но его нет в этом реестре, то есть представитель коллекторской компании теперь должен обязательно представиться, сказать кто он, фамилию, имя, отчество, на кого он работает и на основании чего. Вы вправе проверить, существует ли такая компания в реестре. И если нет, то по сути вам звонит мошенник, на которого можно сразу обращаться с заявлением в полицию, либо просто ложить трубку и не обращать никакого внимания. Но если же вам звонит официальный коллектор, он должен вести себя теперь как паренька. По большому счету все, что он может сделать, это напомнить вам о существовании долга. Введен полный запрет на звонки в ночное время. Звонить можно с 9 до 8 вечера и не более двух раз за день. То есть фактически это просто напоминание, мягкое подталкивание к оплате. Не допускаются угрозы, унижения, либо иные способы запугивания должника. То есть компания коллекторская не имеет права нарушать этические нормы. Я выписал себе целый листочек с основными тезами, буду иногда подсматривать, потому что все запомнить было невозможно. Там огромное количество информации. Но основную для вас я выписал. То есть, подчеркиваю, вести себя крайне культурно. Просто напоминать о долге. А дальше по закону. Либо обращайтесь в суд, либо делайте исполнительную надпись нотариуса. Как я сказал, понятие коллектор теперь является законным и внедрено в правовое поле Украины. Что касается новых договоров кредитных, то в них уже должно быть указано о том, что банк имеет право обратиться к коллекторской службе в случае невозврата долга. И вы уже об этом предупреждены заранее и даете на это заранее согласие. Что касается старых договоров, где этих пунктов нет, договоров кредита, которые выдавались до принятия этого закона, то здесь кредиторы обязаны будут письменно уведомить должника о том, что они обращаются за помощью коллекторов. Поэтому помните об этом. Еще один крайне важный пункт, что сейчас, как я сказал, запрещены угрозы, но не только. Любые действия, которые будут унижать честь и достоинство человека со стороны коллекторов, также запрещены. Кроме того, введено понятие этического кодекса. То есть коллекторы не имеют права нарушать этические нормы в процессе общения с должником и напоминания ему о долге. Если они будут нарушать этический кодекс, за это предусмотрены огромные штрафные санкции, вплоть до лишения лицензии. Так что вы можете использовать это в случае чего в жалобах в НБУ. Будет выдаваться лицензия, как я сказал. Регулировать эту лицензию будет НБУ. То есть в случае, если вы пострадали от действий легального коллектора, вы вправе написать жалобу в НБУ. И за это предусмотрен целый ряд санкций, вплоть до штрафов и лишения лицензии. Если нарушается этическая норма, вы можете записать разговор коллектора, который вам звонил, и прикладывать запись этого разговора в качестве жалобы. То есть фактически вот этого запугивания, беспредела с запугиванием больше не будет. То есть законодательно его просто убрали. Важный момент. Запрещается коллекторам каким-либо образом воздействовать на человека в соцсетях. То есть нельзя писать, напоминать о долге, не указывать никакую информацию о том, что вы должник. То есть воздействовать на вас в соцсетях запрещено. Крайне запрещено воздействовать различными порноколажами, либо другими призывами помочь должнику к оплате долга, как многие коллекторские компании любили делать. То есть на это табу. Важный момент, что теперь четко в законе указано, что если вы не подписали договор поруки, да, вот и не поставили свою подпись на договоре поруки, вы не поручитель. То есть никто не имеет права сказать вам, что вы поручитель, потому что тот, кто взял кредит, указал ваш телефон. Сразу шлите таких людей на три буквочки. Законом это запрещено. Если даже при каких-то обстоятельствах вы где-то там поставили какую-то подпись, когда ваш, не знаю, знакомый брал кредит в каком-то заявлении. Бывает иногда, что они там просят какие-то подписи в подтверждение личности. Но это не является договором поруки, вы тоже не являетесь поручителем. То есть это все фейк. Поэтому смело можете, так сказать, даже не контактировать с ними. А апеллирование на это и указывание вам, что вы поручитель, при том, что вы не поручитель, является нарушением. То есть можно писать жалобу, можно обращаться в полицию. То есть по сути это вымогательство и просто мошеннические действия со стороны коллекторов. Про реестр коллекторов я сказал. Вы можете всегда проверить, есть ли лицензия и может быть она отозвана. И так далее. Также в законе указано, что теперь должник имеет право обратиться к кредитору за урегулированием долга. То, о чем мы всегда говорили, что коллектора насчитывают огромные проценты и пени, тогда, когда человек не может платить, теперь законодательно закреплено. Вы имеете право обратиться за урегулированием долга. И они должны рассматривать ваше заявление и вырабатывать какую-то формулу взаимовыгодного закрытия вопроса. И еще вот подсмотрел себе пунктик, очень важный пункт, который ранее беспокоил многих. Когда вы не имеете никакого отношения по сути к долгу, а вам звонят и требуют погасить долг за третьего лица, либо как-то подталкивают вас повлиять на это третье лицо, чтобы он вернул долг. То есть это было крайне распространено. Даже мне многократно звонили не по вопросам клиентов нашей компании, а просто потому, что какие-то третьи лица, может быть даже мои знакомые, какие-то дальние, которых я уже не видел много-много лет, указали мой номер где-то там в какой-то анкете, когда брали кредит. Такие звонки являлись незаконными и ранее, а теперь это зафиксировано в законе. То есть это чистой воды нарушение. То есть невозможно использовать информацию третьих лиц без их согласия. То есть ни ваши друзья, ни родственники, если вы должник, не должны получать звонки от коллекторов по факту вашего долга. То есть это незаконно. Можно обращаться с жалобой в НБУ, можно обращаться с жалобой в полицию. Всем успехов, подписывайтесь на канал, всего доброго. Жмите лайк и подписаться. И получите возможность задать свой вопрос адвокату в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»!